Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Сегодня я расскажу вам, как связать вот такой вот летний топ из хлопка. Этот топ я вязала для вязального марафона вяжем со стеклом этап номер 3. Видео вы можете посмотреть у меня на канале. Ко мне поступил запрос на мастер-класс. К сожалению, полноценный мастер-класс снять не получится, где я показываю, как я вяжу этот топ, потому что топ, собственно, уже связан. Но я постараюсь достаточно подробно описать, что я здесь делала. Я оставлю ссылки на каналы других блогеров, где поясняются, как вязать отдельные детали. Поэтому, я думаю, сложности у вас не возникнет, если вы захотите связать нечто подобное. Всем приятного просмотра! Итак, начну я с пряжи. Вязала я из пряжи Vita Rose в две нити. Резинку я вязала спицами 3,5 и основное полотно я вязала спицами номер 5. Хочу также предупредить вас, что эта пряжа достаточно тяжелая и под собственным весом она растягивается. Мне пришлось перевязывать свитер, поскольку относительно того образца, который я связала, свитер растянулся под собственным весом еще на 10%. Поэтому будьте внимательны и учитывайте это во время вязания. На самом деле, поскольку пряжа эта достаточно тяжелая, то петли вытягиваются. Если вы сравните это полотно с другим полотном, связанным спицами номер 5 из шерсти, например, то вы увидите, что петли получились намного больше, потому что под собственным весом они провисают. Если вам нравится, как выглядит этот топ на мне, то вы можете тоже вязать спицами 5. Но на самом деле, вполне можно связать этот топ спицами 4,5 и будет несколько плотнее. Вот примерно вот так просвечивает этот топ, если положить на белое. Начала я этот топ вязать регланом снизу. Ссылку о том, как вязать реглан снизу другого блогера, я оставлю в описании. Собственно, дальше я вязала просто топ по кругу, спереди лицевой гладью. Сзади вот такой вот узор. Этот узор я сымпровизировала сама на основании видео другого блогера. Там представлена была вот такая одна галочка из трех петелек, которая повторялась в шахматном порядке. Я же продлила эту галочку чуть длиннее и повторила ее одну за другой. Поскольку я вязала по кругу, а в описании вязание поворотными рядами, нужно учесть такой момент, что когда в описании говорится, что с изнаночной стороны мы вяжем по рисунку, то то же самое я делаю здесь, в каждом втором ряду. Я вязала, хотя и в лицевом ряду, но по рисунку. Дальше тут идут линии реглана, которые я закрываю своим любимым способом. Мне нравится, когда реглан связан гладью, такой вот широкой полоской. Иногда я делаю даже совсем широкую полоску. Не знаю почему, мне очень нравится, как это выглядит. Здесь получается два ряда по центру. И, собственно, закрываю я вот этими крайними рядами. Здесь тоже ничего особенного. И закрыла я свитер эластичным способом. Я нашла, как описывает этот способ Ирина Акман. Ссылку на ее видео я тоже оставлю у себя в описании. Если вам интересно посмотреть на другие мои работы, то добро пожаловать в мой инстаграм. Ссылку я оставлю внизу. Собственно, на этом все. Вы можете заметить, что ничего сложного в этом топе нет. Но если вам было интересно, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В ближайшем будущем я надеюсь уже снять полноценный мастер-класс на следующий летний топ. Всем спасибо за внимание и всем пока!